Тверский дворец спорта В этом году были не только гости из разных городов страны, но и из-за рубежа – Латвии, Швеции, Чехии, Казахстана, Финляндии, Швейцарии, Украины и Белоруссии. Хозяев представляли две ледовые дружины – Тверские тигры 1999 и сборная Тверской области, сформированная на базе Калязинской волны. На торжественном открытии турнира выступил губернатор региона Андрей Шевелев. Я не сомневаюсь, что по накалу игры, которые будут сегодня на этом льду, завтра, они будут по накалу такие же и не уступят матчам чемпионата мира. Мы этого хотим, мы от вас этого ждем. Мы рады вас видеть. Успехов вам и победим все равно в хоккей. Сам Илья Ковальчук записал для юных спортсменов видеопослание. Участников соревнований тепло приветствовала мама Ильи – Любовь Николаевна. На этом пути тяжело как спортсменам, так родителям, но нужно все выдержать, работать, работать, тренироваться, и тогда все получится. Вдохновленные напутственными словами 14-летние парни в течение шести дней вели жаркие баталии за право обладать главным трофеем. Сначала по круговой системе были проведены матчи в двух подгруппах. Затем сильнейшие пятерки боролись за медали на следующей стадии игр. Талантливых игроков можно увидеть уже сейчас, потому что они проявляют вот эти качества, которые заложены и родителями, и тренером заложены. Потому что именно на таких турнирах, как Кубок Ковальчука, появились и Ковальчук Илья, и Денис Денисов, и Денис Кокорев, Рясинский. Потому что именно вот эти турниры дают толчок к тому, чтобы они развивались, уже вырастали в хороших игроках. В среду все было решено. Золото и Кубок Ковальчука достали шведам. Серебро завоевали игроки столичного химика. Бронза оказалась в активе латвийцев из Бауэр Селектс. Калязинские спортсмены довольствовали шестым, Тверские тигры седьмым местом. Заслуженный тренер России Равиль Урманчеев особо отметил игру победителей и призеров. Заметно. Во-первых, там у них совершенно программа воспитания молодых хоккеистов совершенно другая. Там до 14 лет играют без силовых приемов. И очень много внимания уделяется на катание. Вот шведская, в частности, отличается шведская команда. Она очень хорошо, ребята, катается. Вот. Ну, русская школа тоже, она оставила довольно-таки приличный след в развитии всемирного хоккея. Потому что, посмотришь, и Швейцария, и Швейцы, и Финны очень много переняли у нашей российской школы. Мы не могли не спросить Урманчеева об играх чемпионата мира по хоккею. То в жар, то в холод бросает. Потому что вчера, в частности, смотрел игру с Австрией. Легко нашли игру. 2-0 повели, потом 2-2. В голове-то все откладывается, что должны вытянуть эту игру. Ну, такое двоякое впечатление. Но хочется, чтобы победили. Потому что сейчас там выступает четверо. Ну, один сейчас травм получил, Рясинский. Осталось 3 человека, тверских хоккеистов. Естественно, хочется, чтобы они победили. Однако защитить титул чемпионов мира россиянам не удалось. В четверг сборная нашей страны продула команде США четвертьфинальный матч с разгромным счетом 3-8. Теперь болельщики смогут на подобном уровне переживать за хоккеистов только через год, когда в Сочи дадут старт зимней Олимпиаде. Продолжение следует...